всем привет друзья с вами художник хелен ши поздравляю всех с наступившим новым годом ну что у меня год уже начался продуктивно и я решила свои картины которые у меня висят скажем так проверить посмотреть доработать может быть что-то изменить может быть просто оставить как есть и выяснила что у меня несколько работ вот так вот например такая картина как виноград не прокрашены бока такое случается не всегда я сразу это делаю потому что бывает что кажется что надо еще доработать или нет а потом когда на утро просыпаешься понимаешь что так хорошо так оставим и вот так вот выходит что бока не прокрашены зачем прокрашивать бака дело в том что сейчас наши современные скажем так покупатели все больше и больше предпочитают чтобы их картина была не в раме а просто висела вот так куда как есть и соответственно не очень красиво когда бака вот так вот выглядит не аккуратно ну я бы вам посоветовала вообще все картина свои независимо будете ли вы их оформлять багет в раму или нет прокрашивать бака почему потому что например коллекционер покупатель у вас купит эту картину с рамой вместе или сначала повесит у себя приобретет раму повесит у себя в раме но потом поймет что картина как-то в раме не очень смотрится и решит снять раму и тогда у картины будет вот это вот некрасивая неприятная штучка как не прокрашены бака и скорее всего покупателю придется бежать за краской и самому каким-то образом закрашивать да и вот чтобы этого не было готовьте свои картины для продажи чтобы они выглядели респектабельно красиво и завершенной да и вот сегодня расскажу вам один способ как можно прокрасить бака у картины маслом акрилом зависимости чем вы пишете я естественно маслом буду для этого вам понадобится масляные краски подсолнечное масло оливковое масло льняное какое у вас есть и обычная вот такая вот зубная щетка она должна быть чисто если ты использованная зубная щетка то помойте ее перед использованием если же у вас есть новые то берите их можно взять самую дешевую и сейчас я вам покажу как это делать не одеваю свои перчатки у меня очень оказалось много картину как много четыре картины которые пока не прокрашены поэтому сегодня я этим занимаюсь и буду скажем так исправлять и доводить до совершенства моей картины показывать и вам буду на картине вот такой вот виноград и так я взяла масляные краски здесь у меня использовано всего три цвета это черный синий и белый соответственно эти же цвета я взяла на палитре должно быть все жирненько чтобы вот таким образом вы просто нас вы берете на зубную щетку и вот такими вот движениями берете картину хорошо она видите высохла вам будет удобно и вот таким образом смотрите про украшиваете очень важно чтобы ваше масло было или акрил жиденькая чтобы ложилась все тонким слоем но при этом все прокрашивалась вот сейчас я при вас покажу как будет выглядеть эта картина с прокрашенными боками вот таким образом просто щеточкой вы это делаете и у вас на глазах картина преображается и получается завершенный прекрасный вот две стороны и уже прокрасила можете развить как вам удобно это очень удобно почему не кисточкой но кисточка я делаю когда скажем так когда покрасить нарисовала картину и поняла что картина завершена и у меня есть на палитре цвета и тогда можно кисточкой просто сейчас я провела ревизию себя и посмотрела что у меня с кисточками полная беда некоторые испорчены и поэтому у меня не нашлось кисточки которые можно было бы прорисовать бака вот я уже пока дорисовала сейчас я вам покажу конечный результат как это выглядит вот смотрите картина полностью прокрашена и выглядит уже совсем по-другому да то есть ее можно спокойно повесить эти вот так повешу чтобы она перчатках надо делать потому что все таки бака как не старайтесь вы их заденете ну что я буду и дальше продолжать свои картины у меня еще вот картина 1 могу вам показать авокадо такая вот картина который тоже бака не прокрашена и я сейчас это сделаю тогда картина будет выглядеть гораздо симпатичнее лучше ну что с вами как всегда был художник хелен ши я желаю вам вдохновения ничего не бояться пробовать и совершенствовать свои работы создавать произведение искусства и радовать людей ну что всего вам хорошего с новым годом пока пока